Аудиокниги Амбрус Бирс. Настоящее чудовище Солнечный осенний день склонялся к вечеру. Ребенок вышел из своего убогого жилища в поле и, никем не замеченный, дошел до леса. Он был упоен совершенно новым для него чувством свободы, отсутствия надзора. Он был счастлив. Перед ним открылась дверь к приключениям и самостоятельным исследованиям. Ибо дух, живший в этом мальчике и в течение тысячелетий одухотворявший его предков, был воспитан для великих дел, для открытий и побед. Его раса от самой колыбели с боем отстаивала свое существование, пробила себе путь через два материка и, переправившись через океан, проникла вглубь третьего. Это был мальчик лет шести, сын бедного фермера. Его отец в юности был солдатом. Он сражался с ногими дикарями. Но воинственный дух не угас в фермере за время его мирной жизни. Раз зажженный, воинственный дух уже никогда не гаснет. Он любил книги о войне и батальные картины. А мальчик был уже настолько смышлен, что сумел сделать себе из планки деревянный меч. Этим оружием он и размахивал сейчас, с храбрым видом, как и подобает потомку героической расы. Останавливаясь время от времени на освещенных солнцем полянках, он принимал напыщенно воинственные позы, виденные им в книжках с картинками. Поощренный легкостью, с которой он побеждал невидимых врагов, пытавшихся препятствовать его продвижению вперед в лес, он совершил общую многим полководцам ошибку. Он поддался азарту преследования и зарвался слишком далеко от своей базы. Он пришел в себя, когда он очутился на берегу широкого, но неглубокого ручья и увидел, что его быстрые воды преграждают ему путь к преследованию врага, очевидно, перебравшегося через него с непостижимой легкостью. Но это не обескуражило юного воителя. Дух его предков, переплывших океан, жил в этой маленькой груди, непобедимой и неукротимой. Он увидел в одном месте на дне ручья, лежавший довольно близко один от другого камни. Прыгая по ним, он перебрался на другой берег и, размахивая своим мечом, пустился догонять воображаемого трусливого врага. Теперь, когда сражение было уже им окончательно выиграно, благоразумие требовало, чтобы он вернулся к маме, то бишь к базе своих военных операций. Увы, подобно многим знаменитым полководцам и даже величайшему из них, он не смог ни обуздать свой боевой пыл, ни понять, что, подвергнутая грандиозному искушению судьба, покинет и самого великого героя. В нескольких шагах от берега он встретился вдруг лицом к лицу с новым и более страшным врагом. На тропинке, по которой он шел, сидел на задних лапках заяц. Он грозно сидел прямо поперек тропинки, вытянув кверху длинные уши и свесив передние лапки. С криком испуга мальчик повернул назад и побежал. Он бежал, не разбирая направление, призывая на помощь маму, плача и спотыкаясь. Терновник беспощадно рвал его нежную кожу. Маленькое сердце его усиленно билось от страху. Он бежал, задыхаясь, ничего не видя от слез, застилавших ему глаза. Больше часу блуждал он заплетающимися ногами в густом кустарнике, пока, наконец, не улегся обессиленный в узком пространстве между двумя огромными камнями в нескольких шагах от ручья. Он все еще сжимал в руке свой игрушечный меч. Теперь уже не оружие, а верного товарища. Он плакал, обливаясь слезами, пока не уснул. Лесные птицы весело распевали над его головой. Белки, распуская пушистые хвосты, прыгали с лаем с дерева на дерево, без сожаления сдирая с них кору. А где-то вдали раздавались странные заглушенные громы, словно это дятла били в барабаны, празднуя победу природы над детятей ее извечных поработителей. А за лесом, на маленькой ферме, где белые и негры, полные беспокойства, спешно обыскивали поля и живые изгороди, сердце матери обливалось кровью за пропавшего ребенка. Часы шли, ребенок проснулся и встал на ноги. Вечерняя сырость пронизывала его до костей, и надвигающийся мрак наполнял его сердце страхом. Но он отдохнул и теперь не плакал больше. Повинуясь слепому инстинкту, побуждавшему его действовать, он начал пробираться сквозь окруживший его густой чащий кустарник и вышел на более открытое место. Справа от него был ручей, слева — пологий холм, поросший редкими деревьями. Все тонуло в вечерних сумерках. Легкий туман, как призрак, поднимался над водой. Туман испугал мальчика. Вместо того, чтобы перейти опять через ручей и пойти обратно по тому направлению, откуда он пришел, мальчик повернулся к ручью спиной и пошел вперед к темному обволакивающему лесу. Вдруг он увидел перед собой какое-то странное движущееся существо. Это могло быть какое-нибудь большое животное, собака или свинья. Возможно, что это был медведь. Мальчик видывал медведя на картинках, но не знал о них ничего дурного. Он был даже не прочь познакомиться с Мишкой поближе. Но что-то в очертаниях или движениях странного существа, какая-то жуткая неуклюжесть, подсказала ему, что это не медведь, и любопытство у него сменилось страхом. Он остановился. Но по мере того, как странное существо приближалось, мужество возвращалось к мальчику. Он убедился, что у странного животного не было, во всяком случае, этих длинных и так грозно вытянутых ушей, как у зайца. Быть может, мальчик бессознательно почуял в раскачивающейся неловкой походке существа что-то знакомое. Прежде чем существо приблизилось к нему настолько, чтобы разрешить его сомнения, он увидел, что следом за ним идет второе, третье, целый ряд таких же существ. Они были и справа, и слева. Все открытое пространство полянки казалось живым от множества копошащихся тел, и все они двигались по направлению к ручью. Да, это были люди, но они ползли на руках и коленях. Одни перебирали руками, волоча за собой ноги, другие передвигались на коленях, и руки их висели неподвижно по бокам. Некоторые из них пробовали подняться, но при каждой попытке падали. Все их движения были неестественны, и каждый двигался по-своему, и общей у них было только что все они продвигались шаг за шагом в одном и том же направлении. Поодиночке, парами или маленькими группами они двигались в густых сумерках. Иногда они останавливались, и в это время другие медленно выползали вперед, потом возобновляли свое движение и остановившиеся. Их были десятки, сотни, и они покрывали собой все пространство, которое только можно было охватить глазом сквозь сгущавшийся мрак. Темный лес, видневшийся за ними, казалось, таил их в себе в несметном количестве. Самая земля около ручья, казалось, шевелилась. Один из тех, которые остановились, больше не двинулся. Он лежал недвижимый. Некоторые, остановившись, делали странные жесты руками, поднимая и опуская их, или хватались за головы, или поднимали ладони кверху, как люди в церкви иногда во время общей молитвы. Но не все это заметил ребенок. Подметить все это мог бы только более опытный наблюдатель. Мальчик видел только, что это были взрослые мужчины, но ползли они, как маленькие дети. Так как это были люди, то их нечего было бояться, хотя некоторые из них были одеты в какие-то странные, невиданные им раньше костюмы. Теперь мальчик свободно расхаживал среди них с детским любопытством, заглядывая им в лица. Лица их были поразительно бледны, а у многих они были покрыты красными полосами и пятнами. Это, в связи с их причудливыми позами и смешными движениями напомнило ему клоуна с размалеванной физиономией, которого он видел в прошлом лета в цирке. Он засмеялся, глядя на них. Они все ползли и ползли. Эти искалеченные, окровавленные люди, безучастные, как и он, к трагическому контрасту между его смехом и их собственной мрачной серьезностью. Для него это было забавное зрелище. Взрослые на ферме его отца нередко ползали на руках и на коленях, чтобы позабавить его, и катали его на себе, изображая лошадей. Мальчик подошел к одному такому ползущему существу со спины и ловким движением оседлал его. Человек упал навзничь, потом поднялся, злобно сбросил мальчуга на землю, как это сделал бы жеребенок двух леток, и повернул к нему свое лицо. На этом лице не было нижней челюсти, и между верхними зубами и горлом зияла огромная красная дыра, из краев которой висели куски мяса и торчали обломки костей. Неестественно выдавшийся нос, отсутствие подбородка и злые глаза, придавали человеку вид хищной птицы, которая красила себе горло и грудь кровью своей жертвы. Человек поднялся на колени, ребенок встал на ноги. Человек погрозил мальчику кулаком. Ребенок, наконец, испугавшись, подбежал к ближайшему дереву и спрятался за него. Теперь его положение представилось ему более серьезным. А ползучая масса тащилась, медленно и с трудом передвигаясь, как в какой-то отвратительной пантомиме. Она скатывалась с откоса к ручью, как стаи больших черных жуков, без единого звука, в глубоком абсолютном молчании. И вдруг вся эта кошмарная картина ярко осветилась. За стеною деревьев, которыми порос тот берег ручья, вспыхнул какой-то странно красный свет. И стволы и ветки деревьев обрисовались на его фоне черным кружевом. Свет озарил ползунов, и от них пошли чудовищные тени, повторявшие в карикатурном виде их движение на освещенной траве. Свет упал на их лица, подкрасил их бледность и сделал еще темнее красные пятна, которыми они были испещерены. Свет заискрился на пуговицах и других металлических частях их одежды. Ребенок инстинктивно повернулся в сторону все разгоравшегося огня и стал спускаться с откоса вместе со своими ужасными спутниками. Через несколько минут он прошел сквозь всю эту толпу. Это был не бог весь какой подвиг, если принять во внимание, что он шел, а они ползли, и очутился во главе их. Он все еще продолжал держать в руке свой деревянный меч. Теперь он с важностью принял на себя предводительство этим войском, приспособляя свои шаги к темпу его движения и оборачиваясь от времени до времени, как бы для того, чтобы убедиться, что его войско не отстает от него. Можно сказать, что никогда еще не было ни такого предводителя, ни такого войска. На небольшом пространстве, сужавшемся по мере приближения этого ужасного шествия к ручью, валялись тут и там различные предметы, которые не вызывали в уме предводителя ровно никаких ассоциаций и ни на что не наводили его мысль. Здесь какое-то одеяло, туго скатанное в трубку, сложенное пополам и связанное на концах ремешком. Там тяжелый ранец, тут сломанное ружье. Словом, такие вещи, которые находят на пути отступающих войск и которые равносильны следу, который оставляет удирающий от охотников зверь. Болотистый берег ручья был истоптан ногами людей и лошадиными копытами, и земля около ручья превратилась в грязь. Более опытный наблюдатель заметил бы, что следы людей шли по двум направлениям и что войска прошли здесь дважды, сначала наступая, потом отступая. Несколько часов назад эти искалеченные полумертвые люди вместе со своими более счастливыми и теперь далекими товарищами вошли в лес. Их было тогда несколько тысяч. Победоносные батальоны, разбившись на отдельные кучки, прошли мимо мальчика с обеих сторон, чуть не наступая на него, в то время, когда он спал. Шум их шагов и брецания их оружия не разбудили его. На расстоянии, может быть, брошенного камня от того места, где он спал, произошло сражение. Но он не слышал ни ружейной трескотни, ни грохота пушек, ни громовой команды начальников. Он проспал все это, сжимая свой маленький деревянный меч, столь же безучастный к величию борьбы, как воин, навсегда опочивший на поле сражения. Огонь, сверкавший за стеной леса на том берегу ручья, залил теперь светом, отражаясь от полога собственного дыма, всю местность. Извилистую линию тумана он превратил в золотые пары. Вода сверкала красными бликами, красными были и камни, торчавшие из воды. Но это была кровь, которую запятнали их менее тяжело раненые, пробираясь через них. Мальчик теперь быстро перепрыгивал с камня на камень. Он спешил на пожар. Перебравшись на тот берег ручья, он обернулся, чтобы посмотреть на свое войско. Авангард подобрался до берега. Те, которые были посильнее, дотянулись до самого края берега и погрузили свои лица в воду. Три или четыре из них лежали без движения, опустив в воду всю голову. Казалось, что у них вовсе нет голов. Глаза ребенка загорелись при виде этого восторгом. Уже больно это было, смешно. Когда эти люди утолили свою жажду, у них не хватило сил ни на то, чтобы отодвинуться от воды, ни на то, чтобы удержать голову над ее поверхностью. И они захлебнулись. Позади них, на полянке, предводитель видел столько же бесформенных фигур, как и раньше. Но теперь далеко не все из них шевелились. Он замахал им своей фуражкой, чтобы подбодрить их, и с улыбкой указал им своим мечом в сторону путеводного огня. Это был огненный столб для этого необычайного исхода. Субтитры создавал DimaTorzok